Эдуарду Марчику было три года, когда немцы взяли в блокадное кольцо Ленинград. Сегодня он впервые принял участие в акции «Диктант Победы». Испытание содержит 25 заданий с вопросами, посвященными 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. На написание текста отводится 45 минут. Диктант, на мой взгляд, довольно-таки сложный. Он охватывает, собственно, и художественную часть, и песни отражаются военных лет, и кинофильмы, и книги, и, конечно, события героев Великой Отечественной войны. И, конечно, к своему стыду, я не на все вопросы правильно ответил, потому что действительно много просто из памяти выходит. В этом году в Самарской области было организовано 1434 пункта для проведения акции «Диктант Победы», в том числе и во Дворце ветеранов. На этой площадке диктант писали представители Молодой Гвардии, Советы ветеранов Советского района, блокадники, инвалиды и сотрудники Дворца ветеранов. В «Диктанте Победы» мы уже принимаем участие не первый раз. Я уже была и в качестве ведущей, и в качестве организатора. На самом деле «Диктант Победы» – это одно из любимых мероприятий молодогвардейцев, потому что в этот день собираются не только наши молодежь, но и все ветераны, и взрослые поколения. И все вместе, со всей страной мы пишем этот диктант. На мой взгляд, это важная патриотическая акция. Эта акция очень глубока по своему патриотизму и духовности. И, конечно, дает возможность объединиться нам, всем жителям великой страны, с тем, чтобы отдать дань памяти, прежде всего, поколению победителей. Людям, которые в далеком теперь уже 45-м году ценой своей жизни завоевали победу. И очень отрадно, что многие из участников «Диктанта Победы» здесь, в Самарском дворце ветеранов, пришли и посвящают свое участие нынешней ситуации, нынешним защитникам нашей страны, участникам специальной военной операции. Результаты тестирования будут известны через полтора месяца. Виктория Шара, Игорь Казановский. События. Продолжение следует...